Кому звонить будешь? Бате буду звонить, родненькому Алло! Алло! Отец! Семен! Это я! Сынок! Узнал? Да, привет, а как ты там и дозвонился? Никто никогда не дозвонится, а ты дозвонился Да я же номер не знаю, вот я и угадал Ааа, а как ты вообще мне звонишь? Ты бишь там руки забыть и добром Ты бишь неудобно, наверное Да все нормально, руки свободны, пя А че твои руки свободны, опять с ними? Да потому что я в плену Блин Шо случилось? Шо, с мамкой шо-то? Да и как с мамкой? Ты в плену Так и шо? Шо, як и шо? Тебе там пытали Да, нет, ну короче, я им все рассказал И меня здесь хорошо устроили, па Тут все отлично в плену Меня, значит, поймали, накормили тут же Одели и подлечили Помнишь, у меня геморрой был Так в российской больнице хотели подсрачниками в жопу обратно забить А тут, представляешь, таблетками можно лечить И вылечили меня Так ты шо? А ты казал, кормили? А чем кормили? Что давали? Сегодня давали плов Плов? Да С мясом? Да С рисом? Да, и с тарелки Ой, боже, еще и не спала есть Затирай на земле Вообще шикарно, папа Чуешь, а так а что ты там бачил вообще? Что ты бачил там? Да ну все бачил, а что тебе интересно? Неонацистов бачил? Не, их не бачил А бандеровцам? И бандеровцами не бачил А что ж ты бачил тогда? Унитаз видел Ёлк, ты долго на него не дивись Чо? Потому что ослепнешь и умрешь Да, папа, ты не верь всему, что по телеку рассказывают Унитаза ненормальная Там не все правда Слышь, папа, если про меня что-то будут спрашивать там военкомы или шо Скажи, что я без вести пропал Но тебе я адрес скину Я понял Чуешь, сынок, так может чуешь Может мы до тебя, а? Так давайте, а что вы там сидите? Давно пора, здесь так хорошо, так прекрасно Чуешь, так а я? Так там же русскоязычных б***ть, б***ть, убивают, р***ть Да какой ты русскоязычный? Ты Россия пишешь с маленькой буквы, с двумя З Россия Так а как я узнаю, что мы уже в Украине? Вот если мы с мамкой выйдем, например, как я узнаю, что я в Украине? Идете, идете Видите, белихатеньки, красивенькие такие Огородики Квиточки квятут, садочки Ты небо голубее, и трава зеленее Все, Украина, поднимай руку, кричи, сдаюсь Понял Короче, давай, сейчас я с мамкой переболахаю, и мы выйдем Давайте быстрее, жду, вас не поймут Давай, давай Вот знаете, случай случился в Германии На котором просто как в капельке воды понятно, что с собой сделала Украина Вот просто как в капельке воды То есть вы поняли, да? Будет яркий пример В котором как в капельке воды все понятно, что сделала с собой Украина Но на самом деле в этой капельке воды будет понятно значительно больше И про пропаганду, и про самих пропагандистов Давайте посмотрим. Это сжигают российский флаг. Катушка Тесла. Он загорелся очень креативно. А это результат сжигания российского флага. А в этом доме жили беженцы. А дом находится в немецком городе. Беженцы из Украины приехали, поселились в немецкий дом. У них была идея красиво сжечь российский флаг. Это было очень важно. Сжечь российский флаг. В результате сгорел дом, в котором они поселились. Но он еще оказался и немецкий. Видите, какие глупые. Хотели сжечь российский флаг, а в итоге сожгли дом. Да еще и не свой. Да еще и немецкий. Но прикол здесь весь в том, что это бред. И видео это не настоящее. На самом деле там все было вот так. Честное слово, так все и было. Ну понятно же, что это бред. Что это смонтированные видео. Ну просто тупо склеенные два разных видео. А не просто взяли бредовое видео. Не знаю, из телеграма или с ютуба. И просто его демонстрируют как доказательство. Второй кусочек, где горел дом, это видео, размещенное на ютубе 8 лет назад. Но самое смешное, что в оригинале этого фейка, если вообще здесь можно так говорить, в первоначальной версии этого фейка в конце добавлен еще один кусочек. И этот кусок видео взят из третьего видео 2021 года. Вот так вот, не поймешь откуда, понасобирали каких-то кусочков, слепленных буквально в стык на коленке. И в результате что? В результате материал для пропаганды, который можно показать по федеральному телевидению. И даже в этом материале, как в капельке воды там что-то отразится. На самом деле в полный рост отражается их профессионализм. Но главное, что они эту чушь демонстрируют, в эту чушь верят. И даже продолжают из этого делать выводы. Вся идеология Украины последних десятилетий, даже вот, ну, наверное, с послевоенных времен, а наша была, ну, тогда западенцев, да, то есть, а потом Украина. То есть, а нам не жалко свою страну. То есть, мы, ну, у нас русофобия, это главное направление, которое здесь есть. Ведь это на самом деле, ведь очень символично, да, пытаясь нагадить соседу, да, то есть, ты спалил свой дом и попытался еще, ну, это тем, кто тебя принял, ты еще и им создал проблему. То есть, Украина, пытаясь вести, пытаясь выяснять отношения с Донбассом, по сути дела, сожгла свой дом под названием Россия. Да-да, вся идеология Украины, конечно же, в дебильном фейке, которое продемонстрировала второсортная пропаганда. Ну, сто процентов, все так и есть. И это утверждает, вы только вслушаетесь в музыку этих букв, чрезвычайный и уполномоченный посол ЛНР в России. Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите. Посол ЛНР уже, если бы ситуация не была бы такой чудовищно страшной, уже бы звучало смешно. Это уже звучит как, ну, знаете, как бывает селедка определенного посола, там пряный посол, пьяный посол в некоторых местах я встречал. А вот это посол ЛНР. Ну, а то, что этот клоун в эфире второсортной пропаганды еще и чрезвычайный, еще и уполномоченный, это вообще куром на смех, чрезвычайный посол ЛНР. Это, к слову сказать, когда-то во времена Союза был высший дипломатический ранг. Тут тоже, видать, высший дипломатический ранг стоит в эфире пропаганды, несет какую-то дичь. Вот все говорят, санкции, санкции. Ну, хорошо, но не будем мы ездить на Мерседесах, пока проедемся на своих автомобилях, которые у нас были. Недавно Россия заявила, что они будут выпускать там Лады, москвичи и прочие машины. А что плохого? Это уже не те москвичи советские, естественно. Но, может быть, еще не Мерседес. Придет время, будут у нас и свои Мерседесы. Ничего, придется немножко потерпеть. Дальше. Ну, не поговорим мы по их этим телефонам бескнопочным. Пока придется поговорить по своим, которые у нас были. Недавно Россия заявила, что они будут выпускать свои телефоны. А что плохого? Алло, гражданочка, соедините с Гомелем 5-15-25. Это уже не те гражданочки советские, естественно. Голос поприятнее. Не пьют, не ругаются матом. Вежливые. Ну, может быть, еще и не Барбара Брыльская. Ну, ничего. Придется потерпеть. Ну, не полетают наши дамы на своих олвейс с крылышками. Пока пройдутся пешком на тех, которые у нас были. Недавно Россия заявила, что будут выпускать свои олвейсы. А что плохого? Может быть, не такие тоненькие. Чуть больше, чуть толще. Чуть тяжелее. Крылышек нет. Но есть ножки. Мне инженеры показывали. Я вам потом покажу. Там четыре ножки. Так что придется немножко потерпеть. Ну, не попьете вы эту американскую сососолу. Ничего потерпите. Попьем пока свой картофельный отвар, который у нас был. Вкусный, полезный, со льдом вообще шикардос. Я недавно этим отваром Путина угощал. Он так красиво скрывился. Три дня потом со мной не разговаривал. Скорее всего, смаковал вкус. Кстати, недавно Россия заявила, что вместо сососолы они будут выпускать свой напиток со сосун. А что плохого? Они же вместо Макдональдса открыли, дядя Ваня. Там все можно попробовать. Ищи. Куда ты пошел? Я не говорил искать. Я сказал, ищи. И похлебку. И хрен у дяди Вани я попробовал. Про похлебку ищи оставьте. А про то, что хрен попробовал, лучше вырежьте. Хорошо. Кстати, недавно пионерам показывал, как правильно сок открывать. Вот так рукой стучать нужно по бутылке, и он легко открывается. Я так даже один раз шампанское пробовал открыть. И что интересно, открыть попробовал, а шампанского так и не попробовал. Ну, извините, отвлекся. Дальше. Ну, нет этой импортной туалетной бумаги. Ну, придется немножко потерпеть. Я как-то терпел 4 дня, и ничего, жив-здоров, как видите. Недавно Россия заявила, что будет выпускать свою туалетную бумагу. Издательство «Правда» и «Московский комсомолец» уже увеличили тиражи в два раза. А что плохого? Мне, кстати, передали 4 экземпляра, я вам потом покажу, как та газета хорошо мнется. Или вот эти, например, средства зашиты. Ну, не будет у нас импортных презервативов. Ничего. Россия наладит производство старых советских за 4 копейки. А что плохого? У меня такой один завалялся. Кстати, в нем три дырочки и такое совпадение, что у меня трое детей. Ничего, придется немного потерпеть. Ну, не побрейтесь вы гэтими женскими бритвами. Пока придется небрытыми походить. А что плохого? Вы что, мало в своей жизни небрытых встречали? Мне даже у некоторых дам усы нравятся. Мне ж усы идут, а им чего нет? Ну, не поглотаем мы гэтих импортных таблеток. Можно и своих наглотаться не хуже. А что плохого? Наши качественнее импортных. Ими не отравишься, потому что в них, как правило, просто мел. Так что потерпим. Ну, не походите вы на этот белый унитаз. Можно просто походить на свои помеченные ранее места, которые у нас были. А что плохого? Кстати, я вам потом покажу эти четыре места на карте, куда я ходил. Недавно Россия заявила, что будут выпускать свои унитазы. Благо, у них хватает леса, чтобы быстро соорудить их. Да и удобнее деревянный. По себе скажу, что гораздо удобнее стоять ногами на деревянном, чем вот на том скользком кафельном. То на газах скользнет, то не помешаешься. Ничего, потерпим. И в завершении. Ну, не будет у нас, как и в России, этой западной демократии. Ничего. У нас осталось старое советское. Так что придется вам всем еще немного потерпеть. Вы зачем положили флаг этот перед камерой? Да потому что они все, кто появляется в чат-рилетке, они все выкладывают флаг Украины. Вот так, может, они гордятся своей страной? Я тоже горжусь своей страной, поэтому я положила. А, вы гордитесь тем, что вы напали на соседнюю страну, убиваете мирных людей там? Или чем вы гордитесь? Ну, я не напала на мирных людей. Но ваша страна напала. Под этим флагом, кстати. Вы гордитесь этим? Я горжусь своим президентом. А его действиями вы гордитесь? Возможно. То есть вы гордитесь тем, что он напал сейчас на Украину, убивает там мирных людей, правильно? Возможно. Ну, то есть вы сейчас признали сами, что вы нацист? Я не нацист. Но ваша страна фашистская страна? Я не согласна с этим. Почему? Обоснуйте мне. Почему ваша страна не фашистская? Если она... Ваша страна агрессор? Она напала на соседнюю страну, убивает людей. Она агрессор, ваша страна, или нет? Наша страна не агрессор. Ага. То есть на все, что я сейчас скажу, вы скажете, нет, это не так. И молчание такое, да? А чем-то подтвердить вы можете? Каким образом вы объясняете, что вы сейчас убиваете украинцев на территории Украины? Я далека от всех этих историй. А почему вы тогда утверждаете, что вы не агрессор, если вы далеки? Может, вы настолько далеки, что вы просто не понимаете, что происходит? Вы такой смешной. Это ответ, знаете, достаточный ответ. Я понял. Я понял, ваш аргумент очень сильный. Это был сильнейший аргумент в ответ на мой вопрос. Классный аргумент. Вы знаете, я еще ни от кого не получал такого сильного отпора. А каких ответов от меня ждете? Ну, для любых. Я просто хотел услышать ваше мнение. Для чего ваша страна напала на Украину? Простой вопрос, правильно? А вы боитесь ответить? Нашему президенту можете его задать. Ну, а у вас есть свое мнение? Для чего? Как по вашему мнению, для чего вы это сделали? Я живу в своей стране. Люблю свою страну. Люблю своего президента. Вам чего? Рецепт сала подсказать или чего? Нет, нет. Меня интересует ваше мнение. Для чего ваша страна напала на Украину? При чем здесь? Ну, значит, так надо. А, так надо. То есть это... Ну, как вы не задавались таким вопросом. Раз они так сделали, значит, так надо. Правильно? Совершенно верно. О, слушайте. Вы... Вам не кажется, что вы... Ну, вот... Вы в частности, да? И в целом ваш народ – это просто идеальные рабы. С вами можно делать, что хочешь. Да. Мне кажется, что наш народ и я в частности идеальнее. То есть вне зависимости от того, что вы делаете, убираете других людей, напилуете детей, убираете мирных людей. Вы же идеальные, правильно? В любом случае. Да, совершенно верно. Ну, я понял. То есть вы оправдываете любые действия, которые ваш президент вам, рабам, сказал оправдывать. Раисия в пирде, да? Между прочим, заходьте на смачные млинцы и помогайте нужденным. Нас з вами запрошу новий формат «Млинцы за донат» від нашого старого приятеля Александра Кравченко. Це центр продовольчого захисту, знаходиться на Великій Васильсківській, 38 в Киеві, працює з 10 ранку до 8 вечера. Тут можно скуштувати великий смачный млинець с начинкой за будь-який внесок до Центру продовольчого захисту, навіть за 1 гривню. Крім млинців, тут можно продогустувати суп, борщ, замовити велику порцію славнозвісних вареників, пельменів від Містер Пельменя або придбати їх в напівфабрикаті додому. Також кожному, хто задонатить 200 гривень та більше, подарунок кави та наша книжка «Жарти під каву від веселих яєць». Всі зібрані кошти підуть на допомогу нужденним Чернігівщинам. Дякую за перегляд!